Азербайджан 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 – это азербайджанская республика. Азербайджан настоящий находится в Азербайджанской географии. Это Азербайджанская республика всех народов. Но мы вообще не считаем себя национальным меньшинством. Если так читать правильно и ровно, нас там не меньше, чем в этих... Мы вообще азербайджанцев азербайджанцами не называем. Мы их называем мухалами. Всегда так называли. Мы и сейчас их азербайджанцами не называем. В нашем понимании Азербайджан Лы – это человек из Азербайджана. Азербайджан – это должна быть территория какая-то, а люди оттуда Азербайджан Лы. Это должно что-нибудь объяснять. Дело в том, что на самом деле много лесгин умирает, их трудно идентифицировать в том плане, что нигде же не написано, что это лесгин или не лесгин с момента создания Азербайджанской республики как государства. Они же убрали национальные графы, никто не знает по фамилии. Как можно определить? То же самое. Азербайджане пишут в углу, если бы были другое, да. И тем не менее, даже при таких сложных условиях определения мы это идентифицируем, как лесгинские районы, сколько приходит, в том числе по фамилиям и так далее. Впрочем, мы определяем, что количество лесгин в сравнении с количеством самих муалов, которые умирают в Карабахской войне, гораздо больше. Тогда мы читали, в 2010 году я с Леоном мы почитали, это получилось 5, то есть тогда они говорили, что 27 тысяч погибли в Карабахской войне, из них 12 тысяч военнослужащих. А мы там обнаружили около 4 тысяч погибших тогда горских народов. Горские народы, это предгоре, да. Потому что как это определить? Место рождения, фамилии. Вот таким образом мы вышли, что около 4 тысячи человек, это из этой территории, это получается почти, ну из 12 тысяч 40, это 30 процентов. Это тогда, когда они писали, что в республике лесгин 187 тысяч, это 2 процента населения от 6 миллионов, тогда они говорили 7 миллионов, там и сейчас нету, потому что есть математика вычисления, сколько человек, да. Но у нас получилось, что тут у нас 2 процента составляет население республикта, а там 30 процентов погибших лесгин. Есть разные моменты этой истории, и сейчас тоже так. Дело в том, что я сам служил, я знаю, у азербайджанцев нет специалистов. Поэтому среднего офицерского состава Азербайджана, среднего офицерского состава, офицерского состава Азербайджана, азербайджанских вооруженных силах, около 30 процентов это лесгины. Потому что азербайджанцы это торгуют, они не будут ходить там, через зарплату, это одна зарплата, зачем я пойду торговать. А кроме того, специалисты, танкисты, там операторы, там другие, это в свое время, когда я служил при СССР, там все тоже лесгины, они тоже там были коптерщиками, они были там хлеборезами, поварами, в хозводе работал там и так далее. Я служил, я был ИО старшине роты, ИО, да, я был ИО, у нас всех азербайджанцев там не было. Там были лесгины, русские, армяны, ну и другие народы, специалисты, специалисты. Поэтому мы попадаем в вот этот капкан, вот этот капкан. А не ходить тоже нету возможности, потому что это уголовная статья, границы закрыты, не выедешь. А тут пандемия, огромное горе у народа. Не пойдешь, уголовная статья будет. Зачем это в войне вообще, кто это делал, кому нужно, это часть земля вообще. Это же глубокая история, никогда этой земли не было. Они говорят, Карабаха, да он был Арцахом, да, он был Арцахом, он всегда был Арцахом. Если эта земля не армян, там живущая, вообще земля принадлежит тем, которые там живут. Если эта земля не армян, тогда это должна быть иранская земля. Потому что исторически в этом регионе они управляют. А это кто такой? Это какой-то Остан в Иране. Потом переехали, количество взяли. Потом кемалисты с турецкистами создали эту республику. Теперь они вообще наши, интербент наши, имборчалы наши грузинские. Да и все их. А где земля остальных народов? А куда должны армяны уйти? Они там жили, живут и будут жить. До вас жили и сейчас живут. Ну, в принципе, историческая наука тоже говорит, что это не их земля, тут, как бы, секретов нет. Академическая наука говорит, что это не их земля. Политика говорит, что это наше. Как это ваше? Тогда все ваше. Тут проблема в том, что, понимаете, дело в том, что люди ведь умирают за это. Со стороны Азербайджана, я имею в виду. Они же все равно пытаются захватить эту землю. Они пытаются армян оттуда выжить, уничтожить армян, продолжить этот геноцид армян. Но проблема в том, что лезгины в этом участвуют. Вот нам, например, честно вам скажу, очень многие армяне задаются вопросом. А лезгинам это зачем? Да, лезгины, а куда им деться, слушай? Что делать? Вот рецепта нету. Вот можно дезертирствовать. Когда мы тогда были, в мирное время еще войны не было. Это было, наверное, 13-й год был, или не знаю, но еще Крыма не было. До Крыма было, короче. Мы с Леоном создали мост братства. Леон, это Леон Меликшах Назарян. Да, 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 Леон. Мы с ним создавали мост братства, и смысл был такой. Этот мост братства создавалось. Он был согласован с президентским аппаратом, так далее, и прочим. И смысл был в том, что если туда попадает лезгин в плен, я, только я, или покойный Леон. И мы, я имел право, допустим, поехать, этого лезгина забрать в третью страну, допустим, в Россию. И мы там офисы создавали, чтобы если будут какие-то, ну мало что, плен попадет там, там, кто-то разведчики там отправили, куда-то за тыл там попали. Я говорю, в таких случаях это будет, да, чтобы в лезгинах была возможность, но это было гуманное целое, на самом деле. Там политика мало была. Я помню тогда один человек туда попал в плен, и в покое мне звонит, так говорит, Вагиев, ну что, Илхам Алиев не может забрать его. И мы, говорит, а ты, говорит, можешь, видишь, говорит, я, если туда сейчас ссунусь, ты знаешь, какие проблемы будут там. И тем более, говорит, он не лезгин же. Да. Вот, говорит, оказывается, президентом, наверное, там ты должен быть. Вот такие разговоры, там, и смеялись мы, и так далее, и прочее. Такие попытки были, видите ли, это не сегодня история. Это долгая история. Ксподин Керимов, скажите, пожалуйста. Мы понимаем, это наша боль. Скажите, пожалуйста, вот ваш народ имеет несколько тысяч лет истории. Да. И со времен Кавказской Албании, собственно говоря, со времен Римской империи, до Римской империи существовал ваш народ, да. И мы как-то вот жили по соседству всегда, и Армения, и Албания, и, соответственно, и Берия, Грузия, соответственно, да. Мы всегда жили как бы вот на этой вот территории. Но так получилось, что вот сейчас я читаю, например, многие новости, ну, в основном азербайджанские, конечно, да. Или, кстати, есть лезгины, которые считают, что армяне действительно нам враги. Они вот открыто это пишут, они говорят, армяне наши враги, и мы будем умирать за Азербайджан. Считаю это. И знаете, что они говорят? Они говорят, что армяне в начале 20 века погубили 20 тысяч лезгинов там где-то вот. Это вообще... Да, 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 да. Это действительно было так? Это абсолютная ложь. Такие стучки там были. Тогда были смутные времена. Две империи распадались. Тут большевики, там османы нападали. А тогда они хотели, османы после распада Российской империи, хотели все закавказские республики объединить, единый, одну республику под себя делать, а они нападали. Имеющую память, абсолютно свежий память, армянский народ поднялась и за свою свободу, тем более потом Османская империя распалась там в 20-м году, да, они в этом освободительном движении армяны, да, у них были стучки с османами, они до Кубы приходили. И, естественно, это религиозным, под религиозным оттенком, да, были там стучки, но дело в том, что он был изучен еще в 2010-2011 годах, я этот вопрос изучал, Академия наук Армении, у меня тогда были документы, копии запросов Академии наук Армении в Академию наук Азербайджанской республики с предложением проводить совместные археологические работы на этом месте с участием мировых специалистов, антропологов, там, так далее, прочим, и российских специалистов, даже фамилии писали, что провести, Академия наук Азербайджан отказалась. Потом еще был второй запрос, они тоже отказались, но при этом Ильхам Али приехал туда, сказал, что тут вот армянские фашисты убивали, Лизгин, так далее, прочим. Но Лизгин, как, что-то показывает телевидение, они его и слушают. Не важно, что я говорю, кто меня слышит, они слышат канал и слышат президента, и ему верят. Такого масштаба не было. Если было бы такой масштаб убийства армянами Лизгин, лично в моем исторической памяти мой отец сказал бы, мой брат сказал бы, мои дяди сказали бы, да и все сказали, чтобы вот так было в противостоянии какой-то религиозном плане. Но это тоже была рука кураторов религиозных конфекций. Османская империя, наверное. Османская империя, да. Дело в том, что когда в 91-м году СССР распался, когда азербайджанская советская сестолитическая республика превратилась в азербайджанское государство, я помню, как они хлынули в лесгинские территории, строят мечети за свой счет. Мы сидели в кусарах. Турки, вы имеете в виду, да? Да, турки. Они пришли в кусары Махачкала, строят сразу мечети за свой счет. То есть они свои экспансии всегда завершают под прикрытием ислама, религии, продвигают и там свои дела решают. Ведь как был создан халифат? Вот он же создан посредством религии. Да. Они и сейчас так делают. И до этого в этот Кавкан попадают малые, да не малые, да все народы, которые имеют свои исторические знания, своих корней, которые не имеют свои национальные институты, которые им это сообщают, говорят об этом. Нет телевидения. Нет административного ставства. Как можно? Как можно? Это очень сложно. Тем не менее, что-то мы делаем. Ну вот так, выцарапываем что-то. Какие-то, чтобы... Все равно какой-то костяк, идеологический костяк мы сохраняем. Но это больше, чем эта огромная масса все равно. Скажите, пожалуйста, а вот по вашим данным сколько сейчас Лизгин живет на территории Азербайджана? Смотри, я это почет вел специально. У нас была Лизгин-Аввардская конференция в Москве. И в этой конференции Амил Серкеров выступал именно по демократии. Тогда он не все вопросы изучал, но недавно мы с ним еще раз поговорили. Он согласился с моими цифрами, которые я из уст говорю. но он ученые статусы защищает. Люди, которые ученые статусы защищают, они всегда обращаются в архивы. А в архивах пишут... Не мы пишем, там не Лизгиня пишут. Тот, кто пишет, в архив закладывает, это тоже... Человек службы какого-то правительства, государства, они в нашу пользу ничего там не оставят. Есть такая книга «История Азербайджана» с 1957 года этого Зебу Нетова. Этой книги нету. Его полностью брали, потому что он там пишет, что это территория Кавказской Албании, это автохтонов, это Лизгин, это Алыши. Тут не было. И вот его нету. То есть физическим путем, если читать, сейчас 1,2 миллиона человек в Азербайджанской республике лизгиноговорящих, которые говорят на лизгинском, еще говорят. Но из них где-то ну 100 тысяч может проходит лизгинский язык в Кусарском районе, где-то какие-то школы. Я, допустим, учился в школе, нам родной язык преподавали азербайджанский язык, азербайджанский язык. Лизгинский язык мы не проходили. Русский язык в неделю три раза проходили, и то мы ходили там в волейбол играли. Русский язык даже нас не изучали. То есть нас изолировали. Мы в внешнем мире не могли выходить. Кому нужен азербайджанский язык сегодня? Он что, международный язык, что ли? То есть вот этот предгорный район, включая там Мингачау, там большие города, это все переселенцы из горных районов. Сейчас, сейчас, если спрашивать ты кто, он может бы сказать, я азербайджанский, но спрашивать твой отец, а твой дед скажет, таких три миллиона. Я сейчас точно не помню, в 1965 году или в каком-то году, ну я в 1968 году заканчивал, вступил в школу. Но мне тогда говорили, что вот нас, вот этот предатель, у нас было в Аташинском районе было село Дашаглы, горное селение. Вот один момент, один момент в этой деревне полностью записывалось в азербайджанце. У нас есть в Аташинском районе есть всего там 29 деревен было. Там настоящих азербайджанских деревень там четыре. И то они беженцы. В 1957 году которые переехали. Сейчас там еще две деревни образовались после 1991 года этот Карабах. Вот так они потихоньку я думаю если сейчас если сейчас не знаю если сейчас генжи беженцы будут они тоже туда пойдут. Все туда пойдут. Это беда. Большая беда. Они пойдут туда. Они же не пойдут куда-то в хорошие места пойдут. Красивые места там курортные места хорошие места. плодородные земли леса реки. В нашем районе в Гузском районе жили 2400 армян. Потому что буквально количество знаний. А скажите пожалуйста вот район Шемаха район где Нуха это все лесгинские территории? Конечно Белоканы начинаем с грузинской границы границы Грузии с той стороны Лагадехи потом граница с лесной Белокан вот Лагадехи это Лекидах лесгинская гора но это не означает что это мы лесгины лесгин там всех назвали да тогда звали дальше граница и сюда Белокан в Белоканах живут Янгелои авары частично цахуры дальше где закаталы закаталы тоже цахуры частично авары дальше как цахуры рутулы дальше шеки шеки 200 тысяч населен шеки рутулы дальше идем Огус Лизгин Кабаля Кабала Лизгин Исмаилы Лизгин Шемахы Лизгин Аксу Лизгин Агдаш Лизгин Югчай Лизгин Агджабады Лизгин Мингачау много Лизгин это город новый город он же после войны немцам построен там туда все горцы заселились в гор это тоже но там много Лизгин живут сейчас тоже моим подсчетом там около 25 тысяч Лизгин живут дальше идем в Баку в Баку в Баку в Баку вообще-то в 1910 году в Баку было 112 тысяч населения в 1855 году в Баку жили всего 5 тысяч населения в 1855 году в Баку в свое время когда Нобель приходил туда нефть добывать там основное население были армяны русские потому что это был центр Бакинского губерния ну вот допустим такие города как Шамахы как Куба как Табыла это были это были Лизгинские мы в Баку тоже находили в списках где зарплаты Нобеля там есть списки там есть списки зарплат не список как это называется ну да зарплаты и там показывается специалисты англичане русские 1 рубль дальше идут армяны Лизгины 70 копеек дальше идут закавказские цирки 30 копеек потому что они как черные рабочие сила переходили из Ирана сюда за работы за рабочими местами они количеством взяли то есть там там если там армян уже не осталось там конечно же ну есть там 30 тысяч там армян есть но там около 300 тысяч Лизгин Сумгай половина Лизгинских город вот так да 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 Сумгай изначально когда дело в том что надо менталитет тут ничего такого менталитет культура генетический код надо знать люди вот эти да они торговцы там где торговля там где завод станок за ним стоят работать на зарплату рассчитывать что в конце месяца я там сколько-то зарплаты получу да азербайджанцы у нас азербайджанцы там их муалом называем они на это так-то смотрят как-то дико смотрят я там буду работать за 300 я туда пойду дукам поставлю на улице лавку поставлю заработаю два раза больше это естественно они везде везде приспевают везде вот такой вопрос в России 33 миллиона азербайджанцев живут они из азербайджана уехали от того что у них земли не хватает или эти земли освобождают кто этой земли придет азербайджанцы что да никто туда не придет туда в лучшем случае если даже не дай бог освободят да конечно же сирийские беженцы из колонии которые в Турции там 5 миллионов сирийцев живут в лагерях вот они хлынут все туда будет социальная катастрофа это первая катастрофа она больше всего дисгем будет задевать а кроме этого это социальный класс для Турции это его пластдарм это его как ресурс это как объяснить у нас нет такого рупора что все объяснить конечно она в логике людей будет ложиться если это достать у нас нет таких возможностей но это если что-то говорим он смуту носит смуту да да на факт никто не смотрит а вот вы как считаете вот то что сейчас происходит вот эта война которая сейчас идет она на ваш взгляд чем она может закончиться эта война закончится тем чем начался просто люди умрут лучше это нигде написано никто об этом не говорит но надо знать и настроение для чего это как это конечно людей жалко они заложники больших интересов он закончился тем как начинали ничего они там не добьются ничему потому что как говорил путин однажды в камчатке ему вопрос задавал ученик и он так ответил сказал во-первых он сказал что Россия не ограничивает Россию везде если не не дай бог Россия если Карабах уйдет если Карабах уйдет из рук не для того они персами воевали 30 лет чтобы его забрать туда придут другие силы которые объединятся они следующий шаг будет конечно вот этот коридор который они пробьют через Карабах в Турцию объединяться и выйдут они в Каспию уже на границе России в Магарамкенте возле Дербента будут стоять турецкие войска и там НАТО свое поставить кроме этого там Каспийское море на той стороне Каспийское море в Казахстане Киргизии Туркмении там в Узбекистане есть военные базы не зря же они говорят единые то есть они хотят создать создать типа в аналоге НАТО свои вооруженные объединения турские государства но кто это даст кто это даст этого самым лучшим случае они чтобы лицо не потерять Ильхам Алиеву ему может быть дадут два района не дадут или не знаю там как будет торт такой чтобы лицом не удались на территории Лизгистана Южного Лизгистана там где находится на территории Азербайджана есть ли какая-нибудь автономия для Лизгин существует ли что-то такое для Лизгин ничего нету как можно быть Лизгин в Азербайджане то что в 12 веке мечет они переименовали свой какой-то Ашур Лизгин мечет в 12 веке переименовали в Ашур Бейли какой-то Гаджи Бека Узиэль Гаджи Бека который им писал Гимен Азербайджанская демократия переделывает Узиэль Гаджи Бека в Гаджи Бейли смотри какие изошленные хитрости применяются ничего нет и все топонимы все гидронимы все меняются на какого было необходимость в Ашур поменять на Огуз там никогда Огуза и духа не было духа не было там Огуза кстати Муслим Магомаев насколько я знаю он тоже Лизгин но по отцу смотри Муслим Магомаев этот композитор Мизами вот этот Булбул его отец вот Мюзиэль Гаджи Беков это один клан одна линия крови все они из деревни Мазы корни Ахтынского района все но сегодня они все их национальные наследия азербайджанские национальные наследия не Лизгинские национальные наследия азербайджанские но это работа которую надо проводить историю не изучаем в школах язык не изучаем откуда народ может быть наша история вот эта история Азербайджана которую они пишут да там депутаты выступают там Соловьева там 60 минут там я смотрю там да я говорю какая тупость да Какая близорукость они говорят вот Азербайджане во-первых не Азербайджан опять Азербайджанская республика надо правильно говорить я же не говорю Урал Урал Уральской республики нету. Правильно? Это Азербайджанская республика. Азербайджан это территория. Правильно? Надо применять значение слова. Словам надо придавать их суть, значимость. Русские школы, говорят, там сохранили. А откуда это русские школы? В Азербайджанской республике было много русских деревьев. Русские уехали и школы уехали. Там, где лезгины жили, там, где армяны жили, там, где русские жили, были русские школы. Теперь эта русская школа осталась только потому, что лезгины остались. Благодаря лезгине эта школа там действует. Ну, в Баку, может быть, пару школ сохранить чисто, как иностранный язык изучать. Сегодня лезгин, даже если не будет изучать русский язык, ну, как он там, у него никакого шансов нету, да, язык не знает, да, сюда приедет. Половина лезгина на территории России, половина там. Никаких шансов у него нету, чтобы он себя как-то реализовал. Реализовать он-то себя не может. Поэтому, кроме того, сейчас они что хотят делать в Азербайджанской республике? Они хотят, вот этот лезгин, все равно мы как-то пишем там, да, у нас есть там газета, там, Аллах, там, пишут на Кириллите, да. Сейчас они хотят полностью это тоже на латын менять. Вообще там ничего не останется от нас, ничего. Наша история, ближайшая история, которая тоже исчезнет. Как лезгин, где наши специалисты, вот трех языков потом будет, да, там, там, арабском что-то было, там, русском что-то было, теперь на латыни что-то будет, и все. Раздробленная история, наследие. Ну, мы это понимаем, мы боремся. Если у нас не было бы надежды на это дело, мы никогда бы это не занимались бы. Когда в 2005 году я начал, вообще ничего не было. Сейчас столько молодежи, меня критикуют даже, да, в бездействии там, ничего. Много говоришь, ничего не делаешь. Меня ругают, ругают, насильно ругают, да. Хватит, говорит, говорит, делаешь тогда. Я говорю, что делать, как делать, с кем делать? Ракеты нет, армии нет. Господин Кириллов, тогда, если позволите, последний вопрос вам задам. Все-таки ваше мнение, Армения и армяне и лезгины с другой стороны. Как вы видите вообще наши взаимоотношения и вот через историю, если взять, кто мы друг для друга? Вот это очень важный, очень важный, глубокий вопрос, которого надо изучать и по пунктам рассказывать. Когда я первый раз в Армении ездил, там столько это было, вообще осуждение было. Я говорил, надо посмотреть пример Карабаха, не надо велосипед не запрести. А этот путь они прошли. Просто надо заимствовать то, что есть. Велосипед есть, его надо взять, арендовать и ушать, да, не надо это. У нас, наши взаимоотношения, ну вот я разделяю, да, есть, допустим, есть армянство, есть Армения, есть еще армяны. Есть армяны. Нас поддерживают армяны. Армянство о нас ничего не знает. Потому что, ну хотя там резины какие-то, да. Армянство это Америка, Франция, Сирия, Индия, весь мир. Это армянство. Да. Армения это государство. Есть армяны, которые буквально знают нас очень хорошо, близко. Вот это армяны нас поддерживают. Мы, я говорю, мы с этими армянами должны работать и через них, через них должны выходить на уровень Армении, Армении уже государства. Армения в своем уровне, государственном уровне какие-то акты принимала. Допустим, в сотрудничестве на уровне неправительственных организаций. Да. Но дело в том, что у нас этой неправительственных организаций тоже нет. Я тогда же повел туда пять человек, их повел я прямо в парламент Республики Армении. Да. Познакомились. Да. Познакомились. Нас принимал тогда вице-спикер парламента Шахназарян. Шахназаров. Шармазанов. Вы имеете в виду Шармазанов. Шармазанов, да. Да. Я там, он сказал, что мы всем силам поможем, вы сами определитесь структурно. Структурно определитесь. Я везде говорю, куда бы я ни хожу, они говорят, кого вы представляете. Я везде говорю, я себя представляю. Я не могу говорить от имени народа, потому что я не представляю какой-то организации. Хотя бы там сто тысяч человек делали. Идея такая, что надо создавать эту организацию такую масштабную и через нее выходить. Но у нас есть, Филинков есть, но он, видите ли, ограничен своим уставом, своим деятельностью в рамках культуры, федеральном уровне Российской Федерации. Даже никакой влиянии не может иметь ни там соотечественников в Азербайджане. В Азербайджане вообще ничего нет. Шестое колесо организации Самур. Да. Ну, они тоже там начали. Но это всегда живое поле, что там осталось. На этом поле надо и, наверное, делать. У меня там много планов есть. Там фонды, там лиги, конгрессы, там ютуб-канал мы создали. Она еще только началась. Начал. Но мы его будем превращать в платформу для всех лизгинских дел. В этом мы сами виноваты. Во всем мы сами виноваты. Да, мы сами виноваты, потому что мы не организованы. Организованной формы у нас трибуны нет. Мы не можем, это политические заявления мы не можем делать. А нам нужно политические заявления делать. Нам надо общественно-политическое объединение, а не культурное. Культурное тоже надо, но надо общественно-политическое объединение. Через это объединение работать и довести до сознания каждого лизгина наше желание, нашу идею. То есть у лизгин надо национальную элиту создать. Национальную элиту. И цел должен быть первым. Где азербайджанизация общества в республике Азербайджан. На это надо работать конкретно. Никогда, нигде не говорит азербайджан. Просто назвать муал. Они для нас муалы. А это что значит? Муал это племена тюркские. Когда в 16 веке из нынешних мест Узбеки уходили оттуда. Не среди она у нас на языке осталась. Почему мы их муалом называем? Назвайте падари. В Азербайджане 13 деревень падари, которые переселенцы из Ирана туда. Падари. Муалы. Хаджари называем. Хаджари. Вот так. Назвать надо именами. А не азербайджаны называем. Мы все туда вливаем себя. И исчезаем там. Идеологию надо формировать. Национальную элиту надо формировать. И общественное политическое объединение надо создавать. И все остальное здесь трансолидировать. И выйти политическим заявлением в мировое сообщество. Политическое объединение. А все таки мы армяне и вы. Как вы вот видите. Мы с вами. Кто в истории друг для друга? Мы в истории. Рядом жили. Как минимум две тысячи лет. Самые ближайшие которые начали. У нас был. До шестого века адресгены были христианами. У нас был одно и то же алфавит. Церковь та же была, да? А? Церковь та же была. Церковь была. Где я вырос. Родился и вырос. Там было две церкви. Один из соседней деревни Ниш. Кабаринскую. Каждую неделю туда приходили. Да? Да. Ну, чьи бы там они ни были. Или албанские, или армянские. Да. Но они там есть. Вот в чем дело. Они с неба не упали. Азербайджанцы или турки их не строили. Да? Там есть еще много моментов. Которые там я слушаю. Да? Там говорят. Никогда. Но это можешь потом отрезать. Если не надо будет. Но это просто для тебя я говорю. Может быть мы там дальше не будем говорить. Там такой вопрос был. Там очень один эксперт говорит. Что в Первом канале очень такой умный эксперт. А потом это говорил еще Соловьев. Говорит с Чингизом Абдуллаем. Их писателем. Да. И он отрицает. Говорит. Что никаких боевиков тут не может быть. Боевики этого из Сирии. Они все суниты. Кто их примет в шиитскую страну? Понятно. Я говорю. Вот дурак. Дурак дураком. А кто такой лезгины? Ведь лезгины все же суниты. Шииты это которые. Вот этот муалы. Вот это шииты. Половина населения Азербайджан. Скорее всего это суниты. Это лезгины горские народы. Да. И кроме этого. Я лезгинам всем говорю. Запомните. Если кто-то не шиит. Это сто процентов. Ну пусть и сто будет. Турки сами сюда приходили. Входили. Это и в Персии приходили сюда. Последнее переселение Персии. Это лезгин или горский народ ассимилированный. То есть грубо говоря. Лезгин, сахур. Это все суниты. Если этот азербайджанец. Говорит что он азербайджанец. Просто надо сказать. Сунит или шиит? Понятно. Если он скажет. Я сунит. Значит все. Понятное дело. Понятно. Или первое. Или второе. Или третье поколение. Он ассимилированный. Понятно. Но этот момент мы сохраняем как кирпич под пазухой. Дестабилизировать общество в Азербайджане ничего не стоит. Это очень легко. Просто нужно со стороны какая-то политическая воля. И чтобы нас не сдерживали. Не сдерживали все. Потому что мы не хотим с двух сторон быть зажатым. И все. Нас там вообще. Я понимаю. У нас уже в девяносто третьем году это было. Всех посадили. Все в тюрьмах умирали. Я сам не визжной. Понимаю. Как родины обозрады. Видите как взяли. Просто купили все. Просто выкупили. Интересы. Как в известном фильме. Да. Елки-палки. Ничего я не делал. Но цветы то на ушах выскочил. Обидно. Ничего не делал. Но цветы то на ушах торчат уже. Да. Вот такие дела. В такие ситуации не хочется попадать. Но тем не менее это не означает что ничего не делать. Делать надо. И мы делаем. Вы же видите в этом вопросе. Мы через риски делаем. Там же. Поднимаем всех. Определенный риск тут есть. Но мы на это не смотрим. Это мелочь. Точно когда люди там умирают. Погибают. Мы здесь не живем. Нам хорошо. А скажите пожалуйста. А вот. Вы тем лезгинам. Которые говорят. Что армяне для нас враги. Вот что бы вы сказали? Я. Им объясняю буквально. И говорю. Приведи факты. Кто тебе враг. Тот. Кто тебя ассимилировал. Тот. Кто твоих братьев посадил. Тот. К тебе налог ввел. Тот. Кто лезгин миски. Это делал. Тот. Тот. Тридцатьтысячные армии. Приходили лезгин уничтожить. На дышах. Уничтожить. Просто. Как сейчас. Они хотят уничтожить Карабах. И ушли. Семь тысячи. И отрезаны головой. Тот. Да. Кто говорит. Враг. Где враг. Почему нет лезгин лезгистана. Почему есть нахчева. Почему нет лезгистана. Почему нет статус оригинального языка. Почему когда на работу берут. Узнают кто по национальности. Почему Гейдар Алифси лезгин посадил в свое время. Будучи первым секретарем. ЦК Азербайджана. ЦК Азербайджана. Ну что ж, господин Киримов, огромное вам спасибо за сегодняшний наш с вами разговор. Мне кажется, на многие страницы истории вы нам раскрыли скобочки, потому что для армян, конечно, до сих пор лесгины остаются неким народом, наверное, все-таки закрытым. Мы знаем о том, что есть лесгины, но что там у нас было во взаимоотношениях, мы не очень хорошо знаем. Мне кажется, нам надо друг друга узнавать получше, и это очень важно. Спасибо вам, вашим зрителям. Прошу вас всех, наш вопрос, как можно больше развивать. Когда я был в Армении, в государственном университете, была встреча с международниками последнего курса, я у них попросил тоже, что вы скоро будете послами, будете на международном уровне, да, все. У нас такого нет. Говорите о нас, говорите о наших правах, будьте нашими послами тоже, в том числе. Спасибо тебе, спасибо вашим зрителям, удачи вам. И Карабах будет вечный, он не может быть побежден. Спасибо, спасибо вам большое.